Сладка крови, то есть та пища, которая интенсивнее насыщает кровь глюкозой и приносит все более интенсивные, приятные ощущения, которые сменяются, конечно, все более интенсивными, неприятными ощущениями, что подстегивает их, так сказать, к дальнейшему развитию. А вот есть интересная история того, как был придуман сахар. В мусульманском мире, на Нижнем Востоке, в Персии, люди научились использовать сахарный красник и стали делать из него восточные сладости. Вот средние, вернее, это был переходный период, когда средние века сменялись новой историей. Война между мусульманскими государствами юга Перемейского полуострова и севера Перемейского полуострова. Север был христианский, юг был мусульманским. И долгое время они соперничали, и граница не сбегалась, но с переменным успехом шли эти сражения. И был такой в те времена известный вообще в истории науки Леонард Раунбольф и путешественник, и писатель, и историк, и одновременно врач, и естественный испытатель. Ну, вот, например, известно Раунбольф, медицинское растение, и растение использованное в медицине, это Резерпит, это Раунахин, который делают из Раунбольф, по его имени названо. И вот он, путешествуя, обратил внимание и записал в своем дневнике, что мавры стали гораздо более изнеженными и перестали быть такими отважными воинами после того, как их нарук, так сказать, общество распространилось в употребление восточных сладостей. И они сдали христианам свою территорию и были изгнаны из Европы, и вынуждены были переселиться в Африку, в воровках Тунисской Африи. То есть характер удовлетворения от пищи откладывает отпечаток на общий, так сказать, характер того, что более ценное представителям данного населения, мега или восторга. Ну, например, я с 2006 года регулярно езжу на Чукотку для того, чтобы остановить там гибель населения Дальнего Северо-Востока. Народы Северо-Востока, Дальнего Чукчи, Ильвены, Испимуса, они умирают от алкоголизма. И удается что-то сделать, это отдельный разговор, но я хочу сказать, что это люди по природе своей ценящие стимуляторное, то есть они очень такие выносливые, они со временем так сказать, любят работать, любят что-то делать. У них есть такая пословица «не спи, а то завёрзнайся». Они не любят, можно сказать, японцы, тоже такой стимуляторный народ. И вообще, люди, которые жили до недавнего времени теми промыслами, которые доставляли им пищу стимуляторного характера, а что это такое-то, рыба и мясо, то есть островитяне, которые питались в рыбной пище, и японцы, и англичане, люди, которые занимались скотоводчеством. Это всё были стимуляторные люди, и знаток уже истории пищевого поведения человечества Сергей Арутюнов, один из самых знающих этнологов вот этого вопроса деления, он мне рассказывал, когда я ему рассказывал о химии процессов, он удивился бы, действительно, вот эти вот намады, кочевники, эти рыболовы, охотники, они после еды либо состязаются, либо пляжут. А люди, которые питаются продуктами землепашества, они придумали сиесту. И до сих пор во Франции, вот недавно пытались они изменить испокон эпох существующие обычаи сиесты, у них обеденные педы два часа, а не час. А современный темп существования государства требует, ну, большей отдачи. И вот на голосование был плебисцис, на голосование поставлено сделать нашу жизнь более интенсивной. Давайте сократим сиесту до часа, и народ отказался от этого. И вот прогресс употребления сахара развивался драматически. Иногда, всегда поступательно, всегда монотонно становилось более и более высоко гликемическое питание. Иногда это было революционным способом. Как, например, период правления Наполеона. Вот наступила новая эпоха в истории. Были освоены земли нового света. И там такие острова, как Куба, Ямайка. И на этих островах сахарный тростник рос гораздо интенсивнее, чем в Азии. И там были огромные плантации. Туда привозили рабов из Африки. И Новый Свет торговал со Старым Светом с сахаром. Корабли, груженные тростниковым сахаром, приплывали в Европу, сахар был чрезвычайно дорог. Вот англичане, которые ввели статистику, они обнаружили, что средний англичанин съедает килограмм 200 граммов в год сахара. Сахарницы были с замочками. А ключ от замка был у хозяина дома на цепочке. Мы таким образом использовали сахар. И вот наступила война с Наполеоном. Наполеон обладел Европой и захотел, конечно же, захватить и Англию. Он послал огромную объединенную непобедимую, она называлась непобедимая армаду. Это испанский и французский флот вместе. И они пошли воевать против Англии и встретил адмирал Нельсон со своим в два раза меньшим по численности флотом у Тропольгара и разбил. После этого англичане установили морскую блокаду и не пускали корабли с сахаром из Нового Смета. Мне рассказывал лично Мишель Монтиньяк, что Наполеон был сладкоежкой. Это его была персональная проблема. И он был очень недоволен. И тогда что-то Наполеон сделал. Он сказал, а кто придумает наш собственный, как перейти на импортозамещение, как сделать свой собственный европейский сахар. Кто придумает? И нашелся французский. Его звали Бенджамен Далесер, который придумал, как делать сахар из определенного сорта свекла. И тогда Наполеон стал давать бесплатные кредиты, а кроме того, не облагать налогом сахарозаботчиками. И моментально, в течение года буквально, Европа была наполнена дешевым, обильным источником сахара. Дальше события развались таким образом. Наполеон был разбит при Батерлуге. И через 20 лет после этого англичане обнаружили, что средний англичанин съедает 20 килограмм сахара в год. Ой, простите. Нет, сейчас. Нет, не 20. 30 килограмм сахара. Переходите. 30 килограмм сахара в год. Конечно же, это повлияло на здоровье населения. Мне очень повезло, я познакомился с одним специалистом в области реабилитации алкоголиков, англичанином, который позвал меня в Англию и хотел вместе со мной сделать центр в Хартфорджине. И вот он купил для этого дом. Вот такими огромными толщиной, такой толщиной стенами. И он мне сказал, это я купил для нашего реабилитационного центра дом, который был первым сумасшедшим домом в Англии. Его построили именно в эти времена, потому что как социальное явление стало развиваться? Алкоголизм. Появились первые случаи инфарктов и инсультов. Раньше люди от этого не умирали. Алкоголизм, психозы, депрессии появились. А дальше только интенсивнее стало развиваться сладкоедение. И самыми интенсивными сладкоежками являются сейчас жители Северной Америки. И там самая большая доля людей с ожирением. Вот недавно я прочитал статью одного журналиста, Таратута, который долгое время не был в Соединенных Штатах, а потом снова приехал недавно. И он привез свои впечатления. Такое количество ожиревших людей... Я посмотрел современную статистику. 31% — это люди с нормальным весом, с нормальным индексом массы тела. 36% — полных людей, то есть у которых более 36%. И 33% — людей с ожирением. Надо сказать, что... Можно слайд, где... Заболевания, основные заболевания перечислены. Да, вот это вот. Ожирение, диабет второго типа, атеросклероз, сосуды, крупность, высокое кровяное давление, гипертензия или гипертоническая болезнь, инсульт, инфаркт, гастриты, панкреатит, желчекаменная болезнь, калиты, расстройство половой сферы у мужчин и у женщин, повышенный риск онкологии, развитие случаев психоза, униполярные и биполярные депрессии, патологические пристрастия всевозможные, не только субстанциональные, то есть наркотики, но и поведенческие, такие как азартные игры, нейродегенеративные заболевания. Вот я был на конференции во Флориде, где люди занимаются продлением жизни, и они говорят, что там просто называли, что болезнь Альцгеймера – это диабет мозга. Вот представьте себе, к чему ведет сладкоедение. А есть ли у нас альтернатива? Если мы приходим покупать продукты, очень многие продукты у нас сейчас высоко гликемичны. Когда-то пристрастие к сладкой пище было очень прогрессивным. Мы создали человеческую цивилизацию и завоевала фактически главенствующее место в мире животных, на Земле. Но сейчас наступили времена нехорошие. То есть это же пристрастие настолько развилось, что оно начало убивать человечество. И действительно это страшно для всего генофонда человека. Что это такое? Что за процесс? И вот есть замечательная книга врача-исследователя, его зовут Дэвид Каминс, которая называется «The Gene Bomb», генетическая бомба, в которой он исследовал динамику того, что происходит с людьми, которые от рождения обладают синдромом депицита удовлетворенности. То есть человек рождается, а ему на душе все время плохо. Ему надо что-то делать для того, чтобы избежать страдания. И люди раньше не понимали. Люди думали, что внешние обстоятельства делают их счастливыми или несчастными. А про то, что бывают эффекты регуляции настроения, не знали до начала 90-го года, когда появился этот басовой термин «Ливо-детичный синдром». И когда началось генотипирование, то есть нашли определенные гены, в которых есть варианты наследования, которые, если человек унаследовал, то он страдает. Вот очень многие талантливые и яркие люди, оставившие след в истории и в культуре человечества, страдали этим. Вот, например, я всегда привожу пример Генриха Кейми, или Хайми-Хайми, немецкого поэта, который про себя очень хорошо понимал, что он страдающий человек. Он говорил, что я родился зубной болью сердца. По мере того, как я рос, эта боль росла. И от нее есть одно лекарство, которое когда-то придумал монах Бертель Шварц. Это селенцовая пломба и то, что он придумал, он придумал порох. Ну, то есть, таким образом описывается мудист.